Действительно так. И вот говорится о том, что на высших планетах, на духовных планетах, сексом в нашем понимании влияет. Потому что там есть такие виды наслаждения, которые настолько не восходят, что он неинтересен. Мы занимаемся, как это называется? Как это слово? Сексом. Вылетело слово. В общем, мы паримся очень сильно вокруг секса, потому что мы ничего другого хорошего не понимали. Всякие аюридисты, всякие знатоки, йоги, рассказывают о том, что сексуальная энергия, она может подниматься выше. Начинается с кубахара и заканчивая с кубахара, да? И поднимается. И чем выше, там, то есть и действенность, а сейчас, и виртуальная, и духовная. Эту фидерию можно поднять. Подавляющее большинство людей, подавляющее большинство людей, они на нижней части. То есть секс выходит через полную годы. Если кому-то там вообще повезло, они смогли чуть-чуть подтянуть, чуть выше. Иногда оно выклёстывается там в виде какой-то любви, заботы, элементы родительства, ну, ничего чего-то. У кого-то это, может быть, иногда выклёстывается там через творчество, через педверь, ну, каких-то единиц это вообще поднимается на уровне духовных осознаний. А люди духовного мира, они все находятся на уровне духовных. И они эту цель не поднимают туда, и она бьёт ключом от них. Ну, давайте почерпим. Я уверен, что вы не поняли, о чём я сказал, и я уверен, что вы уверены, что я сейчас завалил отруч, и вы не понимаете. И это тоже абсолютно правда. Поэтому просто читаем, да. Ну, вопрос, тогда если я считаю, что влияние вот это не крайне, а между пятнадцать, вот тогда, ну, как бы, в немооценку вообще, ну, как бы, в письме, 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 если мы идём по фокусу, мы хотим туда пойти, то есть это должны отводы проезжать. Оо, а можем? Ну, это же невозможно. Если бы цель ставишь сюда, то есть, как бы... Ну, ты пробовал отложить цель? Пробовал. Никак? На долг. На долг отложил? По листам. Ну, это то же самое, я спрашиваю, ну, такого, серьезного наркомана, он говорит, ну, главное записать в гетто. Я говорю, ты пробовал, он пробовал. Сколько? Два месяца. Что это означает? Что у тебя не получилось? Как Марк Фейн говорит, он, курить, просить легко, я, видишь, это делал пятьдесят шесть раз. Ну, вот, приблизительно. Да, через два месяца. И я тоже оставил. На четыре. Прикинь, красавчик. В два раза больше красавчик, чем... Результат одинаковый, у тебя не у меня не получилось. Вот о чем речь. Это большейшая энергия, она всё равно выйдет. Если ты её не умеешь поднимать выше, то она выйдет по-любому. Она нигде не застреляет. Ну, что, просто накопил за два месяца, а потом, ну, пробил кого-то насквозь. Ну, вот, вот. Или стёрся там, тут уроки. Ну, вот такие вот. Все мы знаем об этих историях. Поэтому, вы смотрите, истина посередине. Нельзя это отложить. То есть это нельзя делать бесконтрольно, но нельзя от этого отказаться. Поэтому нужно вот так и сесть, и рыбу съесть. Чтобы и сексом заниматься, и в косо не впасть. Понимаете? Поэтому, такие регуляции. И только в браке, и только в элегиозном, ну, зафиксированном браке. Ну, и просто с бабой, да? И просто, и там, и для зачатия детей, и там ничего так-то так. И там какие-то дела лучше не делать, потому что, ну, звёзды где-то не так стоят. То есть, так или иначе, этот вопрос пытаются регулировать. Так же, как с питанием. Понимаете? Плостный день. Сейчас нельзя. Сейчас надо разгонить. Сейчас вот это не ешь. А раздвоенные копыта плохо. Потому что, если никак не ограничивать, в честь будешь жрать просто всё. Всё до чего-то затянется. Печень будет вот такая. Желудок вывернет и сдохнет. Как? Ну, как свинья. Не, не как свинья, как гусь, которому печень рассказывает. Понимаете? Через силу. Фуа-грау никак не надевает. Чтобы потом пощечья какой-то из этого сделать. Я не ел. Никогда это читал. И, честно говоря, просто представил себя гусем. Этого через силу кормят, чтобы печень расширилась от переедания. Кто подумал, блин, гусь умнее, чем я. Гуся хотя бы меня не заставляет. Я сам жму. У меня уже печень больше, чем у гуся. Но это я наговариваю на себя, сами понимаете. Гуся. Гуся лучше. Гуся лучше. Гуся лучше. Обычно, когда муж целует вну, она становится еще пристемелье. Я хочу вам сказать, что эти все цитатские, они Они по порядку выписаны мной, не по мере важности, серьезности или глубины, просто они так попались, их можно было разложить от более простых к более сложным, и начать про целую с женой и закончить какой-то вайкунхой, но вы даже сейчас приняете тему, что раз что-то серьезное, раз я про гуся начал всех гонять, раз вы там что-то пропили, а потом бац, такая примитивная простая вещь, которую все знают, но забывают, когда муж целует свою жену, она становится еще красивее, баба красивая становится, когда ее что, они любят, ценят, обожают, целуют, хотите здесь бабу страшно, перестаньте о ней заботиться, любить, говорившим о ее, ну что ли, ценовать, обнимать и так далее, ну страшно, как атомная рая, и все, нет, думаете? нет, нет, она будет приходить по косметологам, еще куда-то, чтобы стать еще красивее, чтобы он поцеловал, вопрос не об этом, станет? нет, ходи по косметологу, маму в организацию, вопрос, вы же сейчас о том, станет или нет, для него нет, для других да, давайте сейчас же, я не делаю выводы, конечно, станет, если тебя мужик не любит, если у тебя с мужиками не получается, если тебе все хуже и хуже, косметологи, ну да, спасу, кто об этом сказал? косметологи, надо же как-то продавать силикон куда-то, ну есть другая технология, хотите сэкономить на силиконе, пластических операциях, в ставках и разглаживаниях и тому подобное, вы встретите счастливые семейные отношения и все, само разгладится, само напугнет в нужных местах, вот, вот, об этом. я не слышал, о чем не пропущу, подобно тому, как дети находятся под опекой родителей, женщина всегда должна находиться под чьей-нибудь опекой, отца, мужа или взрослого сына, о-о-о-о, беззащитных существа должны заботиться их опекуны, если они не будут делать это, их ждет Кара Ямараджа, ну попугать надо, кого тут начали пугать? людей, да, потому что о женщине заботятся кто-то, заботятся не только о женщине, то есть, вот тут написано про женщину, женщина должна быть под защитой, кого-то под защитой, то есть, это должен, да, муж быть, либо отец, муж, либо взрослый сын, но, мы тут пишут и про детей, да, то есть, дети должны быть под защитой родителей, то есть, а родители, да и мама, в том числе, мама также должна заботиться о своих детях, а, допустим, взрослые дети, да, должны заботиться о кубках, ну, о беззащитных, о слабых, о немощных, о немощных, конечно, может кто-то расстроится, как ты женщин записал в категорию немощных, мы не можем сказать, что женщина, из-за того, что она женщина, она очень часто попадает в ситуацию, когда она немощных, ничего не сделаешь, потому что, ну, вы понимаете, какие-то ситуации, не о том, что она физически слабее, нет, есть женщины, которые, ну, мы среди женщин можем выбрать группу женщин, которые значительно крепче многих мужиков, а если мы возьмем самых слабых мужиков и самых сильных женщин, то может оказаться, что у бабы даже могут быть сильнее, но если мы возьмем в среднем по палате, ну, так выясняется, что средняя статистическая женщина значительно слабее среднестатистического мужчины, поэтому женщина, она не только может находиться в ситуации, ну, я не знаю, там, кризиса, там, ну, болезненности, беременности, там, ну, или чему-то, зависимости от ребенка, привязанности к чему-то, женщина очень может часто находиться в такой ситуации, и кто-то должен это обеспечивать и защищать, это нормальная история, абсолютно нормальная история. Если ее никто не защищает, кто будет ее защищать? Сама. Конечно. Сама. Да. Это как, как ходить в косметологу. Тоже, те же самые. Да, да. Тебя никто не защищает, ну, значит, надо. Тебя никто не защищает, ну, значит, надо. Но, я уверен, что любая женщина поменяла бы косметолога на любящего человека, поменяла бы свою карьеру на крутого защитника и так далее, и так далее. И это, наверное, настолько важный факт, что потом пишется пугалка, потому что вновь людей надо пугать. Кто этого не делает, если ты ответственный человек, у тебя, если есть в мире люди, которые, ну, тебе положено защищать, а ты этого не делаешь, вспомнили, ямараджа, а ямараджа, это ответственный персонаж за что? За ад. То есть, пугнули адом. Встречусь с ямараджа. Ну, такая история. Бывают ли причины, когда люди не заботятся о тех, кто от них зависит? Какие причины? Ну, первая, ну, это твари какие-то. Вторая. И болезнь. Болезнь, ну. Ну, это... Ну, я имею в виду, когда люди могут заботиться, но не заботятся. Ну, тварь, еще. Вторая. Нету знаний. Нету знаний. Он может, он такой. Ну, я могу заботиться о матери престарелой, но у меня нет знаний, я не умею. Не, не умеют. Не умеют. Не любят, не любят, заботятся. Еще. Ну, причина есть, чтобы об этом не делать. Ну, давайте сейчас на другую сторону. Я имею в виду, может, но не делать. Возможно, объект. Возможно, объект, о котором ты должен заботиться. Он так себя ведет, что либо в этом не нуждается, либо так себя ведет, что не вызывает никакого желания. Это нет. Потому что мы понимаем, что если о тебе кто-то заботится, даже если он должен, ну, даже если тебе, вот, не знаю, государство платит пенсию, потому что должно. Надо сказать спасибо почтаю? Обязательно. Потому что когда для тебя кто-то что-то делает, обязательно надо благодарить, ценить.